Введение ОСИ отложат на год. Уже к 1 июля все КСК должны были закрыться, а жильцов каждой многоэтажки закон обязывал создать новую форму управления. Объединение собственников имущества или простое товарищество. Однако сделали это далеко не все карагандинцы. Спасет ли отсрочка на год, узнавала Людмила Батюшкина. Сенаторы внесли поправки в закон о переходе на новую форму управления многоквартирными домами и предложили отложить переход на ОСИ еще на год. Проблема острая. К примеру, в Караганде 2645. Домов из них на ОСИ перешли только 30. Три четверти создали простое товарищество. Остальные или хотят оставить КСК, или вообще ничего не хотят. Активных жильцов, кто согласен взвалить на себя заботы о доме, единицы. Это не изменит ситуацию. Почему? Да все равно мы никого не найдем. В смысле, не найдете, имеете в виду активных людей? Молодежи ничего не надо. Бабушек, дедушек сюда нельзя. Это же нужно ни год, ни два учиться. Это очень тяжелый процесс. Не каждый еще морально это осилит. Это тяжело морально, это психологически тяжело. Ну, конечно, все давление, оказываемое собственниками, коснется в первую очередь уже его. Елена Шацкая одна из таких инициативных людей. Меньше года назад она зарегистрировала ОСИ и за это время решила больше проблем дома, чем за все годы существования КСК. Правда, и тариф с квадратного метра вырос. Зимой люди платят по 40, деньги летом по 80. Просто нужно такого человека, который бы болел душой за дом. Вот честно, вот без, не надо, не спасибо, я даже без зарплаты вот работаю, знаете. Просто это очень большое преимущество видеть, что твой дом преображается. Если мы будем считать, что подъезд и вообще весь дом и двор – это наша любимая собственность, мы, конечно, будем ради этого трудиться совершенно по-другому. Времени уходит много, реально много. То есть каждый день что-то приходится делать, кого-то обзванивать, в какую-то организацию ехать. Если КСК управляли несколькими, а порой сотней домов, то ОСИ в каждом доме должно быть свое. По словам общественников, жильцы по-прежнему ждут, что кто-то со стороны придет и отремонтирует текущие трубы или запустит тепло в дом. КСК не надо уничтожать, оставьте КСК. Зачем всякое придумывать на ровном месте? У нас люди неактивные. Конечно, будет бардакно, потому что ни с кем не договоришься. Человек вот создал КСК, все нормально, работает, уборщиков, то, все, все нанял, сколько труда положил. Он же нормальный человек, а зачем менять что-то? Это надо сколько терпения, с кого каждого выслушать, то есть с каждого деньги стрясти, это же караул. Поэтому оставьте все как есть. Вот человек работает, пусть и так и работают, КСК, а зачем уси, муси. Очень затратно. Если содержать вот такой дом, девятиэтажку, если подъездов больше, конечно, было бы выгодно. Когда люди, наверное, сами поймут, что это их дом, их ответственность, тогда только. К сожалению, в нашем доме не все понимают, что нужно содержать свой дом. В правительстве уверяют, что оси вводят по желанию жильцов, недовольных КСК и тем, что собранные деньги делили поровну на все дома, входящие в кооператив. При новой схеме управлять многоэтажкой будет совет дома, который вправе или делать все работы своими силами, или заключать договора с управляющей и сервисной компаниями. Жители, даже вот не одно собрание проводится, жители будут против, допустим, повышения тарифа. Но когда детально уже будет прорабатываться каждый вопрос по увеличению тарифа, есть простые товарищи, у нас по 30-50 квартир, у которых тарифы по 100 тенге, по 80 тенге за квадратный метр. Там живут пенсионеры, бабушки, но они согласны, потому что им по шагу, по алгоритму доказали, что это необходимо. Вот с нынешними реалиями это необходимо. То есть все затраты будут идти конкретно на дом, то есть на инженерные сети, на ремонт общего имущества, где-то пандемия. Закон меняли уже 62 раза, эти поправки будут 63-им. Активисты предлагают оставить жильцам право выбора, создавать ОСИ и ПТ или остаться в КСК. Ведь это их жилье и им решать, как им управлять. Такие предложения уже много раз направляли в правительство.